друзья друзья всем всем большой привет с вами я ад скрайбер и сегодня у нас микро микро обзор сиуми ми-10 и ми-10 про а сегодня все расскажу об этом телефоне все интриги которые были раскрыты на презентации которые не были раскрыты на презентации и сегодня мы подробно обо всем об этом поговорим а пока не забывайте подписываться на телеграм-канал все ссылочки в описании кстати там тоже будет сиуми ми-10 и ми-10 про как только они появятся боятся и актуальные ссылки на эти телефоны у проверенных продавцов все ссылочки в описании и по традиции мы начнем с экрана экран здесь большой 667 дюймов это супер амолед 386 ppi плотность пикселей на дюйм и здесь есть два режима так называемый основной режим на 90 герц то есть это реальное обновление экрана в прямом эфире но также на презентации сказали что там также будет и 180 герц и 180 герц обеспечивает программное обеспечение то есть это программное увеличение герц в реальном режиме каким образом это работает компания семья рассказал каким образом это все будет увеличиваться скорее всего в него 11 и в 12 будет определенная функция но как это будет работать вообще пока что непонятно посмотрим будущее также в экране будет повышенная контрастность 5 миллионов к одному hdr 10 плюс 800 нет минималочки и остальные плюшки друзья ну а в общем мега супер крутой экран который должен справляться с играми с контентом совсем подряд просто на ура далее модули связи основное я упоминать не буду здесь стандартно bluetooth все остальные дела 4g 5g и так далее зависимости от версии но на презентации очень много говорили о вай фай вай фай 6 поколения смысл его в том что он берет большее покрытие зоны и скорость вай фай всегда остается стабильная суть в этом и на презентации даже показали новые вай фай роутер от компании 7 которые они соответственно предложили нам купить с аборта будет сразу же android 10 мило 11 и так далее вы ждем конечно обновление и насколько хорошо будет адаптирована система под все те новшества которые есть в этом телефоне а их очень много в том числе это камеры по камерам обещали что в обычной версии будет также 108 мегапикселей но 13 мегапикселей широкоугольная камера и никаких телевиков то есть 2 мегапикселя блоки и 2 мегапикселя макросъемка а вот в про версии здесь полный наборчик во-первых широкоугольник здесь на 20 мегапикселей то есть гораздо больше и два телеобъектива один на 12 другой на 8 мегапикселей один другой дополняет в общем кропить вы можете насколько в принципе это возможно для вас и за относительно небольшие деньги о которых мы говорим немного попозже а вот и видеосъемки в видеосъемки максимально вы можете снимать 8к зачем это нужно вообще в принципе непонятно потому что 8к сегодня но сложно вообще вывести на какой-то а даже адекватный аппарат потому что 8к телевизор очень дорогие в интернете я смотрю допустим на планшете на телефоне и так далее но вот 8к у вас будет такая возможность зачем нужна в принципе непонятно по технической части новинок очень много здесь топовый snapdragon 865 самый топовый в принципе всех возможно сегодня видео ускоритель adreno 650 тоже топовый абсолютно сегодня и самое интересное о чем ранее не было утечек здесь память lpddr 5 поколений то есть новая абсолютно новая память и внутренняя память здесь тоже новая и все 3.0 вот за это большое спасибо вся эта комбинация в antutu убивает примерно 260 тысяч баллов просто конские какие-то показатели зачем они в принципе нужны но если все это красиво адаптирует под систему если игрушки будут отлично адаптированы под эту систему по 2 90 герц то это конечно будет пушка очень очень красивые показатели по звуку дождались наконец-то все умею в их центральном флагмане 2 динамика наконец-то друзья и в digso mark ну как заявили на самой презентации по звуку он занимает первое место не верю друзья пока что потому что у 7 но есть небольшие проблемы со звуком но может быть времена меняются по габаритам он 162 и 6 на 74 8 в общем средний телефон выше чуть среднего телефона для 2020 года и aptx hd тоже есть в этом телефоне юсб тайп си все по классике по батарее здесь радость как в одном так и в другом случае на обычной десятке 4780 миллиампер час на про версии 4500 миллиампер час в первом случае зарядка на 30 ватт во втором случае зарядка на 50 ватт и кстати забыл отметить что в digso market телефон набирает 124 балла то есть он на абсолютном первом месте по заявке этой компании ну и последнее пробежимся по ценам сожалению в этот раз не все как стандартного компании сиоми начнем с про версии 8 256 примерно 716 долларов россии это примерно 47000 рублей плюс-минус версия 12 256 примерно 787 долларов это примерно 54 тысячи рублей и версия 12 512 то есть полная максималочка 860 баксов это примерно 60 тысяч рублей стандартными 10 8 128 примерно 572 доллара 38 тысяч рублей отдали 8 256 615 долларов 41 тысяч рублей и 12 256 673 доллара 45 тысяч рублей то есть смотрите самая старшая версия дешевле чем самая младшая в про версии сиуми где твои цены знаменитые за то что мы в принципе всегда тебя любим сиуми цены это то за что мы тебя любим а в этот раз как-то не получилось как-то не сложилось первый вывод такой что когда компания сиуми делает реально годный продукт ставит абсолютно топовая флагманская железо во всех смыслах этого слова то продукт значительно увеличивается в цене и сиуми ми-10 и ми-10 про это очень наглядно показали к сожалению это так и я даже думал приобрести себе старшую версию но мне бы друзья на скрипте хотя бы на младшую хотя бы хоть как-то но очень такие выводы друзья пишите в коментах что вы думаете по этому поводу всем хорошего настроения всем пока пока